Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Помимо этой тайны, я думаю, третий человек услышит, что Ифакат убил Фазилет. Фактически, пока Ифакат и Серпел разговаривают, кто-то из особняка может узнать эту тайну. Эта тайна рано или поздно будет раскрыта, и тогда наступит конец Ифаката. Однако этой тайне должен предшествовать сценарий умершего мужа Ифаката. Итак, мы должны ясно увидеть историю умершего мужа Ифакат. Потому что Ифакат заявила, что они только что попали в аварию и что ее муж погиб в этой аварии, а она выжила. Так умер брат Архана и старший сын Халисаги. На самом деле имя Эмина Корхана, могилу которого вы видите, это имя мужа Ифаката. Другими словами, Ифакат и ее муж Эмин Корхан попали в аварию 13 июня 1989 года. И муж Ифакат погиб в этой аварии. Интересно то, что, в результате этого несчастного случая, ровно через пять дней после смерти мужа Ифакат Эмина Корхана, погибла и ее мать, жена Халисага, Фазилет Корхан. В этой части, хотя муж Ифакат умер, этого было недостаточно. И она также убила мать своего мужа, Фазилет Корхан. Итак, в этой части история и прошлое Ифаката очень важны с точки зрения тайн Корхана. Я думаю, мы увидим эту сцену несчастного случая и мертвого мужа Ифаката, Фазилета Корхана, а также сцену смерти со сценами из прошлого. В то же время имя, стоящее вверху списка, Халил Ибрагим Корхан, является отцом Халиса Аги. Показ его могилы был еще одним интересным аспектом. Потому что его могилу нельзя показывать зря. На самом деле, некоторые проблемы в сериале могли возникнуть из-за него. Наконец, чтобы подвести итог, давайте вкратце познакомимся с этими персонажами. Халил Ибрагим Корхан, отец Халиса Аги и дедушка Архана. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, что вы думаете о моих словах. Пока остаться со мной. Субтитры сделал DimaTorzok